Русская литература конца XX-начала XXI века отличается разнообразием тематики и художественно-эстетических поисков. Выдающиеся писатели пытаются противостоять потоку массовой литературы, углубляют психологизм своих произведений, стараются проникнуть в самые потаенные глубины человеческой психики и на этой основе открыть закономерности развития общества. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомимся с периодом в развитии русской литературы, который связан с началом нового политического периода в жизни страны, обозначенного понятием «перестройка». Рассмотрим его связь с социально-историческим развитием общества, остановимся на таких понятиях, как некоммерческая и массовая литература, дадим краткий обзор развития русской поэзии конца XX-начала XXI века, рассмотрим жанрово-стилевое многообразие драматургии этого периода, продолжим совершенствовать навыки анализа текста. Какие самые существенные изменения произошли в обществе и литературе, начиная с 1987 года? Какие периоды можно выделить в истории новейшей русской литературы? Постараемся ответить с вами на эти вопросы. С середины 80-х годов вместе с началом нового политического периода в жизни страны, обозначенного понятием «перестройка», постепенно ослабляются строгие цензурные рамки. В литературной жизни России последовал культурный взрыв, началом которого стали публикации ранее запрещенных текстов, например, Гумилева, Платонова. За короткий период были изданы произведения писателей, представляющих литературу эмиграции первой, второй и третьей волн. Это Набоков, Ходосевич, Яновский, Елагин, Бродский, Довлатов, Войнович, Аксенов. Увидели свет неопубликованные ранее произведения авторов, таких как Петрушевская, Рыбаков, Дудинцев, Гроссман, полуподпольных классиков, известных и неизвестных писателей советского времени, Булгаков, Замятин, современных писателей среднего и молодого поколений, например, Попов, Айги, Пригов, которые представляют разные течения и направления. Общие тенденции в современной литературе можно определить следующим образом. Кризис прежней жанровой системы, в основном деревенской и военной, а также бытовой, производственной, молодежной прозы. Антитеталитарный, антиутопический пафос литературы. Приоритет общечеловеческих ценностей, внимание к экологической проблематике, интерес к исторической теме. Усиление лирико-субъективного, исповедального начала, развитие мемуарно-автобиографической прозы, активизация приемов художественной условности, взаимодействие с массовой, развлекательной литературой. Развитие русской литературы происходит преимущественно в трех направлениях. Литература с реалистической доминантой. Для представителей неопочвенничества жизнь русского крестьянства является колыбелью и духовной почвой русско-национальной культуры и народной нравственности. А русская глубинка – последним оплотом сохранившихся народных традиций и представлений о добре и правде. Основными особенностями прозы жестокого реализма стали оппозиция, любовь, ненависть к своему народу, развращенному и искалеченными годами лжи, несправедливости и деспотизма, непредвзятое изображение как положительных, так и отрицательных сторон его жизни, активное неприятие зла. В центре произведения находится судьба героя-одиночки, бросающего вызов обстоятельствам, вступающего в борьбу с произволом и несправедливостью. Для философской прозы характерна сосредоточенность на этико-философской проблематике. Место человека в мироздании перед лицом вечности, поиск этических ориентиров в мире. Для раскрытия подобных тем писатели зачастую обращаются к мифологии, священному писанию, используют в тексте произведений, притчи, легенды, образы, символы. Литература с модернистской доминантой. Все перечисленные на слайде течения характеризуются критическим отношением к социальным утопиям, антитетаритарной направленностью, субъективизацией картины бития. Авторы подобных произведений активно используют различные формы художественной условности – гротеск, фантастику, гиперболу, аллегорию. Литература с постмодернистской доминантой – одно из самых сложных направлений в современной русской литературе, в основе которого настроение и философия разочарования в современных общественно-политических, нравственных, эстетических ценностях. Основные особенности постмодернизма – антииерархаричность и, как следствие, игра высокими и низкими стилями, выявление относительности любой истины, игра культурными, стилевыми пластами и смешение жанров. Современную русскую литературу отличает и сосуществование, так называемое соседство, нескольких литературных поколений. Вплоть до десятых годов XXI века можно наблюдать взаимодействие, творческие контакты, не всегда, правда, бесконфликтные представителей старшего и младшего поколений писателей. Подобное явление позволяет, с одной стороны, новому поколению художников слова развивать и обогащать литературную традицию, с другой – предлагать свою, отличную от известной и закрепленной в сознании читателей нескольких поколений позицию, точку зрения на мир, личность. В этот период наблюдается активизация такого жанра, как рассказ. Новым содержанием отличались в этот период произведения уже известных писателей – Распутина, Белова, Носова, тех, кто доказал свою приверженность традициям классической русской литературы, развивал и обогащал реалистическое искусство слова. Ребята, опираясь на материал учебного пособия, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Что изменилось в творческой манере Валентина Распутина в 90-е годы? Каким проблемам современного мира он обращается и как их интерпретирует? Ярким явлением постмодернизма в литературе конца XX – начала XXI века стала проза Татьяны Толстой. Татьяна Никитишна Толстая родилась в семье, отмеченной значительными литературными дарованиями. «Куда ни посмотри, у меня одни литераторы в роду», – замечает писательница. Алексей Николаевич Толстой – дед по отцовской линии. Бабушка Наталья Васильевна – Крандиевская Толстая – поэтесса. Их матери тоже были писательницами. Дед по материнской линии – Михаил Леонидович Лозинский – переводчик. После окончания средней школы и классического отделения филологического факультета Ленинградского университета, долгое время работает в издательстве. С 1974 года живет в Москве. Писать по собственному признанию начала случайно. Первый рассказ «На золотом крыльце сидели» был опубликован в журнале «Аврора» в 1983-м. Он сразу был замечен и читателями, и критикой, а дебют автора признан одним из лучших в 80-е годы. В прозе Толстой критики обнаруживали необычно резкое для литературы того времени сочетание высокого и низкого, романтического и бытового, сказочного и натуралистического, реального и выдуманного. Обращали внимание на лексическое богатство ее текста, изощренность художественных решений. Толстой публикует рассказы на страницах журнала «Октябрь», «Нева», «Знамя», «Новый мир», принимает участие в работе Восьмого Всесоюзного совещания молодых писателей, посещает семинар Бакланова. В 1987 году выходит в свет первый сборник рассказов «На золотом крыльце сидели». Он был с восторгом принят критикой, которая отметила несомненную талантливость молодого прозаика, обладающего сложившейся манерой, уверенностью, художественным своеобразием. В настоящее время изданы и переиздаются сборники рассказов «День», «Ночь», «Круг», «Изюм». В 2007 году появился сборник «Река». Проза Толстой открывала новую страницу русской прозы, которую окрестили другой литературой. С начала 90-х Татьяна Толстая подолгу живет в Америке, преподает в различных университетах историю и теорию литературы. Ее рассказы демонстративно-сказочны, особенно это относится к рассказам о детстве. «На золотом крыльце сидели», например, «Свидание с птицей». Дети, герои Толстой, не чувствуют никакой дистанции между сказкой и реальностью. Эту особенность детского восприятия Толстая удивительным образом передает в своих рассказах. Но и взрослые герои зачастую существуют в выдуманном, сказочном мире. Сказочность, праздничность, яркость проявляются прежде всего в необычных, неожиданных сравнениях и метафорах. Обратимся к рассказам Татьяны Толстой. Ребята, прочитайте, пожалуйста, рассказ «Факир». Приведите примеры, метафор и сравнений. Как вы думаете, в чем их необычность? Подумайте над следующим вопросом. Как принцип сказочности реализуется в рассказе? Какие значения можно увидеть в фамилии Филин? Как вы думаете, проявлена ли авторская позиция в рассказе Татьяны Толстой? Какова она? Проанализируйте те фрагменты произведения, где звучит прямой авторский голос. Ну что ж, ребята, сверимся с вами. Итак, в рассказе автор одухотворяет не только мир вещей, но и абстрактный мир, чудесным образом преображает реальность, творит новую, сказочно-прекрасную, в которую хочется погрузиться, да там и остаться. Метафоры и сомнения не кажутся надуманными. Они выглядят свежими и естественными. Читаем. Мир, оказывается, весь пропитан таинственным, грустным, волшебным, шумящим в ветвях, колеблющимся в темной воде. А вот еще отрывок. Темный чай курился в чашках, вился сладкий сигаретный дымок, пахло розами, а за окном тихо визжало под колесами садовое кольцо. Валил веселый народ. Город сиял вязанками золотых фонарей, радужными и морозными кольцами, разноцветным скрипучим снегом. А столичное небо сеяло новый прелестный снежок, свежий, только что изготовленный. Какие значения можно увидеть в фамилии Филин? Филин сказочно свободен. Он оборотень. Слово «филин» можно понять двояко. И как фамилию, и как название птицы. В конце рассказа Галя, расставаясь с розовым дворцом Факира, со своей мечтой думает – лети на все четыре стороны. Филин. Сознание автора оказывается родственным сознанию героев. Мир в прозе Толстой предстает как бесконечное множество сказок о мире – фантастических и поэтических. Сказка всегда имеет установку на вымысел. Вымысел предполагает свободу фантазии, свободу мысли, раскрепощенность духа, что и делает прозу Толстой притягательной и одушевленной. Современная поэзия – многостилевое и разнополярное явление, представленное творческими поисками, разными в жанровых, стилевых и тематических аспектах. Александр Семенович Кушнер – автор многочисленных книг «Первые впечатления», «Ночной дозор», «Приметы», «Прямая речь», «Дневные сны», «Живая изгородь», «Ночная музыка», «На собрачной звезде», «В новом веке» и другие. Поэт наследует принципы, заложенные акмеистами. Вспомним, у акмеистов образность в описании и вескость художественных деталей. Но поэт чужд формальным экспериментам. Именно это подтвердил своим высказыванием Иосиф Бродский. Если можно говорить о нормативной русской лексике, то можно, я полагаю, говорить о нормативной русской поэтической речи. Говоря о последней, мы будем всегда говорить об Александре Кушнере. Поэзия для Кушнера движима одной из серьезных социальных идей – скрытым конфликтом между личностью и государством. Поэт открыто заявляет о своих гражданских тревогах. Мы жили в решающий год, завершающий год, какой-то еще тоже ающий, прущий, всех опережающий, нас выводящий вперед и к нам передвигающий пышные райские кущи. Основными темами сборника в новом веке являются темы веры, экологии природы и экологии души, осмысление вечных философских категорий, рассуждение о современной жизни и искусстве. Ребята, давайте обратимся к творчеству Кушнера. И я предлагаю вам стихотворение «Времена не выбирают» – читает Светлана Крючкова. «Времена не выбирают. В них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те, на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный. Но дымится сад чудесный. Блещет тучка. Я в пять лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет. Ты себя, счастливцы, прочишь, а при грозном жить не хочешь? Не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе? Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме, в полутьме? Что не век, то век железный. Но дымится сад чудесный. Блещет тучка. Обниму. Век мой, рок мой, на прощание. Время — это испытание. Не завидуй никому. Крепко, тесное объятие. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать. Словно с пальцев отпечатки, с нас его черты и складки приглядевшись можно взять. Стихотворение написано в 1978 году. Его автору в эту пору исполнилось 42 года. Он уже регулярно публикуется, даже руководит литературным объединением. По жанру — философская гражданская лирика. Сам Кушнер говорил о том, что ему, как ни странно, с веком почти повезло. Его литературный дебют состоялся в годы, когда появилась возможность заявить о себе. Последствия для творческой молодежи тех лет оказались разными, но он никогда не планировал, например, покинуть Россию и обосноваться на Западе. Он не был так называемым борцом с системой, но вместе с тем не стал в нее вписываться. Произведение наполнено метафорами, сравнениями, лексическими повторами и обращениями. Как и во всей русской литературе рубежа веков, в драматургии успешно соседствует реализм, модернизм, постмодернизм. В ее творении принимают участие представители разных поколений. Это писатели поствампиловской волны, Петрушевская, Арбатов, Казанцев, создатели постмодернистской драмы, Пригов, Сорокин, драматурги 90-х годов, Угаров, Гришковец, Коляда, Курочкин и другие авторы. Итак, сегодня мы рассмотрели особенности прозы, поэзии и драматургии конца 20-го, начала 21-го века. Для закрепления данной темы я советую вам прочитать одну из пьес Петрушевской, Гришковца, Разумовской, Акунина. Попробуйте создать, либо описать афишу к пьесе. Для проверки уровня знаний по данной теме я предлагаю вам выполнить тестовое задание.